здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались наш канал обязательно подпишитесь в этом видео мы поговорим про бурундуков бурундуки относятся к роду грызунов и семейства беличьих но в отличие от белок привыкают человеку гораздо быстрее зачем вообще заводить бурундуков в первую очередь из-за красивой полосатой спинки необычных грациозных беличьих движений и нестандартного поведения во вторую очередь бурундуки после приучения становятся идеальными друзьями семьи к тому же эти грызуны чистоплодные и не пахнут в отличие от других грызунов бурундука можно отнести долгожителям ведь домашних условиях при правильном содержании они могут прожить до 10 лет чаще конечно же до 7 не могу сказать что бурундуки быстро привыкать к человеку им нужно время в отличие от например хомячка которых сразу после покупки берут в руки на приучение бурундука может понадобиться месяц зато и два при этом в первые дни после покупки его лучше вообще не трогать может цапнуть когда он привыкнет к вашему голосу к вашему запаху можно попробовать протянуть к нему руку с орешком после того как он поймет что ваша рука не представляет него угрозы можно попробовать дотронуться до бурундочка или даже погладить так медленно но уверенно бурундук привыкает к своему новому дому и к хозяину есть и более радикальные методы приучения о котором я расскажу в другой раз для содержания бурундука в домашних условиях понадобится прочная высокая клетка размеры которой высоту минимум один метр и полметра в ширину полметра метра в длину клетку нужно разместить в тенистом углу комнаты от прямых солнечных лучей бурундуки часто погибают на дно клетки необходимо положить наполнитель это могут быть крупные опилки торф или вовсе сухие листья деревьев бурундуки очень подвижны обязательно разместите полки и лесенки и беговое колесо ему жизненно необходимо тратить много энергии помните и о том что бурундук спит ночью а днем бодрствует как и человек ему нужен маленький но свой домик более того в зимний период бурундук впадает спячку и лишь изредка выходит из дома для того чтобы подкрепиться и размять свои косточки рядом с домиком можно разместить сено лоскуты тряпок и тонкие веточки если бурундук захочет он сможет свить своем домике гнездо но каким бы красивым не был гнездо его необходимо периодически ворошить при чистке клетки так как бурундукам свойственно везде где только можно оставить запасы еды вообще бурундука можно назвать всеядным силу своей чрезмерной любопытности он может попробовать на зуб все но это все не все полезно основной рацион считается ягоды фрукты желуди орехи овсяные хлопья сырые не жареные семена подсолнуха и даже травки и цветы отмечу отдельно миндаль его давать не нужно впрочем как и покупные полные химикатов фрукты в магазинах лучшим вариантом будет продукты купленные у бабушки на огородах хорошо едят сваренные кашки можно давать творог побаловать сахарком или даже печенькой но увлекаться не стоит помимо растительной пищи бурундуку требуется и животное это могут быть различные жучки и личинки улитки слизни и кузнечики и даже кусочек мяса не откажется бурундук и от яичек в клетке обязательно должен быть минеральный и соляной камень для стачивания зубов помимо еды в клетке всегда должна быть свежая вода учитывайте тот факт что осенью бурундуку понадобится больше пищи так как он готовится к долгому сну не факт что бурундук действительно уснет но то что он станет менее активным это сто процентов что касается разведения бурундуков все не совсем просто дело в том что у бурундуков зависимости от периодов сильно меняется характер так осенью перед спячкой они нетерпимы друг другу и и держать самку самцом нужно раздельно весной наоборот они очень хорошо ладят и готовы к спариванию после спаривания пару вновь разлучают минимум на два с половиной месяца первый месяц самка вынашивает малышей следующий полтора месяца детенышей крепнут и набираются сил но половозрелыми становится через год стоит отметить что в приплоде может быть до 12 детенышей что еще хотелось бы сказать из самого важного что скрещивание бурундуков мать и сын брат и сестра и так далее приводят к различного рода уродством в отличие от других грызунов на этом все важные моменты о содержании бурундучка подошли к концу если вам понравился брундук которого вы видели в этом видео ставьте палец вверх рекомендую посмотреть и другие видео обзоры на канале пар всего доброго и до новых встреч до свидания и